Здравствуйте, друзья! Сегодня очень важный ролик о том, как нехорошие люди могут попытаться попасть во власть через Единую Россию. Дело в том, что Единая Россия проводит праймарис. Это внутрипартийное голосование, куда может заявиться любой и каждый, и в принципе потом стать кандидатом в депутаты от Единой России. У нас, как правило, Единая Россия побеждает, поэтому если ты станешь кандидатом от Единой России, то скорее всего станешь депутатом или еще кем-нибудь. Вот у нас в области 13 сентября будут выборы, и выборы будут в Ростовскую городскую думу. Это очень важные выборы, потому что депутаты городской думы, каждый не имеет власти, но они все вместе утверждают бюджет. И в принципе, как-то вот с ними администрация очень хорошо договаривается. То есть, если депутаты что-то просят, очень часто администрация идет навстречу. Поэтому быть депутатом очень удобно. И вот давайте посмотрим, кто у нас идет на выборы. Вот он, Тарас Пастухов, директор автошколы. Не просто директор, а член регионального политического совета партии Единая Россия. Идет на выборы. Вот его видеозаявка. И здесь он говорит избирателям о том, что он будет бороться с наркотиками. Давайте посмотрим. Добрый день. По поводу первого вопроса на тему реализации программ Владимира Владимировича Путина, хотелось бы отметить, какой важный факт и мое обидение на данную проблематику. Очень много положительных вещей говорил наш президент по поводу поддержки социальных выплат нашего населения. Но, хотелось бы мне обратить внимание на одну из тяжелейших проблем. Это наркотики. Проблема весьма остра и стоит ребром в нашем обществе среди молодежи. Если же мы обратим внимание и будем работать в направлении излечения данной пандемии общества, то все эти социальные выплаты будут как раз уместны, привлекут больше вероятности успеха в нашем обществе. Ребята, вы понимаете, что это такое? Это предвыборный ролик кандидата. Это вот не импровизация, это вот не ему задали вопрос. Нет, это вот именно заранее записанная им речь. То есть он вот именно это хотел сказать и он именно это сказал. Какую он проблему считает наиболее важной. При этом смотрите какое дело. Вот тут есть статья на сайте, новая газета, дело Тараса Пастухова. О том, как он работал фитнес-тренером и на него возбудили уголовное дело. По статье части 3-й 234 незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере и части 2-й 188 контрабанда веществ. Его поймали на границе с Украиной, когда он вез запрещенные препараты сильнодействующие. Вот эти препараты, как я понял из этой статьи, используют бодибилдеры для того, чтобы увеличивать мышечную массу. Вот друзья, если кто-нибудь у Тараса Пастухова, это было 10 лет назад, приобретал такие препараты, пожалуйста сообщите. Потому что мне известно, что многие фитнес-тренеры подрабатывали еще и тем, что продавали своим ученикам препараты и немножко на этом зарабатывали тоже. Не только на услугах тренерских. Поэтому вот тут два таких вот дела на него возбуждали. Ну он выкрутился, Тарас Пастухов. Он написал донос на адвоката, что адвокат у него вымогает взятки. А потом написал донос на прокурора, что прокурор у него вымогает взятки. И прокурора, кстати, потом посадили. Я узнал о Тарасе Пастухова из дела блогера Гаспар Авакяна. Дело в том, что Гаспар Авакян с Тарасом Пастуховым очень сильно поссорился. И Тарас Пастухов написал на Гаспар Авакяна донос о том, что Гаспар Авакян угрожал распространить о нем сведения, порочащие честь и достоинство и деловую репутацию. И требовал у Пастухова деньги. Пастухов ему деньги не дал, но заявление на Гаспара написал, причем писал доносы четыре раза. И когда Гаспар Авакяна задержали, донос Пастухова использовали по полной программе. И гособвинитель попросил суд назначить блогеру Авакяну три года лишения свободы. Исправление Авакяна возможно только в изоляции от общества. Оснований на изменение категории преступления на мирную тяжкую не имеется. Вот такой крутой человек Тарас Пастухов. А поссорился он с блогером вот так. Он ударил Гаспара Авакяна в грудь, когда Гаспар Авакян снимал ролики о его автошколе, где не учат пристегиваться ремнем. Задержи! Вот данный человек сейчас ударил меня в грудь. Пойдем на машине. Пойдем. Прямо в дыхалку. Вот ударил данный гражданин. Здравствуйте. Я вызывал. Пойдемте я вам покажу. Очень приятно. Я понимаю, что это... Пойдемте. 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 Камера снимает. Ничего там. Не курить. Вот так, собственно, задержал Гаспар Авакян Тараса Пастухова за мелкое хулиганство. Его увезли полицейские. Гаспар Авакян на него написал заявление. Тарас Пастухов отомстил. Не просто отомстил. Он написал заявление об уголовном преступлении, вымогательстве. И еще Гаспар Авакян очень много занимался наркоаптеками. То есть он вызывал полицию к аптекам, где продают препараты наркоманам. И эти аптеки потом штрафовали очень крупно. А Тарас Пастухов боролся с Авакяном. Ну, представляете, это вот он борется с наркотиками, Тарас Пастухов. Но это еще не все. Это вот фотографии из социальных сетей Тараса Пастухова. Просто красавец мужчина. А это фотографии с улиц нашего города. Вот это вот объявление, оно висело с 12 мая 2020 года. Сделаны фотографии. Эти объявления кто-то развесил. Не пойман ни вор, как говорится. Но вы понимаете, что вот этот вот ущерб, вот этот ущерб даже вот из-за расклейки объявлений, оплачиваем мы из бюджета нашего города. То есть мы платим за электричество, а электросети чистят свои собственные столбы. Мы платим за ЖКХ, и дворники вот это вот убирают. То есть вы представляете, чем занимаются вот эти вот люди, которые развешивают объявления, почему я их сильно очень не люблю. Ну и Тарас Пастухов, конечно, особенный здесь красавец. Не просто вот не умеющий общаться человек, даже на видео, и даже вот с Гаспаром Авокеаном, когда у него была конфликтная ситуация, так он еще и рвется к власти, пытается стать всеми силами, всеми правдами и неправдами депутатами. Как он оказался в этом уважаемом списке, я понятия не имею. Что надо было сделать, чтобы попасть в члены регионального совета партии «Единая Россия»? Это ж не просто. Это вот эти люди, собственно, придумывают законы, по которым нам жить. Поэтому очень мне интересно, как люди проголосуют. Я всех прошу на своем избирательном участке, в своем округе проголосовать. Ну и особенно в округе Ворошиловского района, где избираются такие интересные кандидаты. Продолжение следует...